Здравствуйте, пожалуйста! Только вот решил начать обзор интересных и важных событий, как вдруг вот сообщение страшное. Вы только подумайте, оказывается наш любимый рис опасен для жизни. Дескать, зерна риса накапливают мышьяк и всякие токсины. И когда мы наслаждаемся, например, пловом, эта зараза хрустит у нас на зубах. Ох уж эти ученые, ну как говорится, ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Кстати, наступающий год пройдет под знаком именно милой хрюшки. Но это все лирика, хотя почему бы не коснуться лирики, завершился масштабный конкурс «Великие имена России». Десятки аэропортов получили имена достойных патриотов Отечества. Глава республики поздравил крымчан. Аэропорт Симферополь отныне имени Ивана Айвазовского. Так решили все те, кто принял участие во всероссийском голосовании. А скоро это имя уже увидят десятки тысяч россиян, которые планируют встретить Новый год именно у нас. Популярность туристического Крыма растет год от года. Между прочим, новогодние праздники в Ялте начинаются через неделю и продлятся месяц. Так что пора-пора россиянам собираться к нам на южный берег. Крымчан эта суета, конечно, только радует. Хотя гостей могло быть больше, если бы не тревожные события, которые случились недавно с украинскими катерами у Керченского пролива. 79 процентов опрошенных россиян убеждены, что украинские власти устроили провокацию у Крымского моста. 93 процента респондентов полностью поддерживают действия наших пограничников, задержавших разбойников. И экипажи наших кораблей будут награждены Госдумой России. Что касается нарушителей границы, то с ними разберется суд. Зато нормальных граждан Украины, страдающих от хунты, мы всегда ждем и даже готовы им предоставить российское гражданство. По упрощенной схеме такой законопроект сейчас рассматривает Госдума. А вот киевские укропы со всей своей животной русофобией вообще запрещают все русское, даже Чебурашку и Крокодилу Гену, даже Деда Мороза со Снегурочкой. Да все подряд. Совсем они уже там отморозили бандеровские мозги. С той, кто и где? Свои? Свои с того боку не ходят. Свои давно уже по хатах сидят. Слава Украине! Что-что? Шо-шо? Все! Приплыли! Нет, вы это слышали? Читали, что там брякают чиновники Газдепа? Они нам угрожают болью, если Москва не отпустит задержанных украинских моряков. Смешные, что они знают о боли? Что изнеженные американцы знают об истории нашего Отечества, чтобы пугать нас болью? Вот эта тупость Вашингтонского обкома ничем хорошим для Америки не закончится, говорят уже и в Европе. А Москва ясно дала понять. Не хотите разговаривать с Лавровым? Будете говорить с Шойгу. И вам сильно не понравится? Ну и на Украине местные политики пиарятся на фоне инцидента у Керченского пролива. А вдруг украинский адмирал Воронченко рванул тельняшку на груди, дескать, готов сесть в российскую темницу вместо морячков. Нет, пишут граждане Украины в соцсетях. Уж лучше пусть сядет наш кондитер, который отдал преступный приказ экипажам катеров. Вот кого точно не жалко украинцам, так это своего президента Барыгу, как отзывается о Порошенко и его бывший друг Саакашвили. Кстати, сам еще тут Барыга. Хотя, если честно, то сегодня вся украинская элита это такие Барыги, что клейма негде ставить. Наших мазуриков мы, конечно, Барыгами не называем. Хотя, почему бы и нет, если они того заслужили. Например, в Крыму за два последних года были сняты с должности 40 чиновников самого разного ранга. Причина? Ну это нетрудно нагадаться. Коррупционное действие. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин. А месяц назад троих депутатов сельсоветов в Ленинском районе тоже попросили на выход. То есть, как видите, желание цапнуть и умыкнуть себе в карман – это такая страсть, что мало кто устоит перед искушением. Вот почему всех, кто лезет во власть и мечтает о теплом кабинете, надо проверять и перепроверять. Конечно, в душу не заглянешь, но все-таки. Тут, между прочим, начался конкурс на должность главы администрации Симферополя. Зарегистрированы 9 претендентов. Комитет по противодействию коррупции сейчас как раз рассматривает их под микроскопом. Может, что-то и найдет. Список кандидатов на высокий пост опубликован. Там есть известные и совсем незнакомые фамилии. Но почему же среди этих достойных граждан нет тех самых активных крымских общественников, которые ежедневно мажут грязью крымскую и симферопольскую власть министров и чиновников Кремль и Госдуму всех-всех? Эти активисты все знают, как надо делать. Вот бы и пошли в мэры, но не идут. Почему? Потому что ничего не умеют, кроме как молоть языком гадости и брехню. Коктебельский горный оракул и поклонник московской гнилой либеральной оппозиции несет такую ересь, что уже возмутил даже местных предпринимателей, которые ошалели от болтовни трепача. Некого талиповского блогера суд минимум дважды признавал лжецом и приговаривал к штрафу. Но жив курилка несет нелегкое бремя свое. Работа такая. А вот я бабушка и Юрьев день. На лжи попался мачо-активист, чьи слова в вице-премьер-министре Крыма процитировал сайт Федерал Пресс. Был суд, интернет-издание признало недостоверность цитаты, извинилась. Зато автор фейка счастлив, будто съел целое ведро. Ну да ладно. А вообще все они какие-то жалкие. Брешут, как дышат, а когда их ловят на горячем, изворачиваются, юлят, валят друг на дружку, бегут от ответственности. В общем, как вы понимаете, это люди исключительной чести и достоинства. Пусть их догонит удача. И на сегодня у меня все. Остальные новости через неделю. Удачи и смотрите Первый Крымский. Редактор субтитров А.Семкин